А можно подробнее, кто такие аватары и ситхи? Помимо того, что они не привязаны и отрешены в своих действиях и, получается, в жизни, какие еще они имеют характеристики? Аватары – это дважды рожденные, это те, кто приходят на Землю для того, чтобы помочь всем остальным подняться. Они, как правило, привносят огромный потенциал духовной силы. Они не приносят новые религии, в частности, сати-сай-баба, пурна-аватар, пурна на санскрите – это полный, всеобъемлющий, полностью проявленный. Он был аспектом Шивы – Шакти, то есть энергии Творца и Творения, то есть Матери в едином облике. И аватары приходят для того, чтобы человечество быстро эволюционировало. Обычно говорят, что аватары приходят тогда, когда человечество находится в упадке, тогда, когда людям, простым людям нужна очень большая помощь. Как правило, это происходит между двумя и тремя тысячами лет. Такое большое явление. Но, конечно же, в течение какого-то периода, малых периодов или циклов, аватары также нисходят и выполняют разную работу. Аватар в переводе, если говорить о трактовке этого значения – это воплощение Бога в плоть. Свати Сайя Баба был аватаром, Кришна был аватаром, Рама был аватаром. То есть, но это понятие, которое может, в принципе, накладываться и на каждого человека. Любой человек, который рождается с целью, поскольку это была душа и вот она приходит снова и снова, может быть для самого себя аватаром, потому что он выполняет миссию, с которой пришел, если он соответствует тому и действует в том режиме, в каком действительно он должен, для того, чтобы достичь своей цели. Сиддхи – это реализованные души, которые освобождаются от оков кармы, полностью выходят за пределы этого всего и их сознание растворяется в сознании разума Божественного. То есть, это те, кто полностью нейтрализует все законы, которые на них влияют, путем возвышения или вознесения. И такие существа не являются обычными людьми, поскольку на них законы природы не распространяются. Это свободные существа, чье сознание вездесуще, повторюсь, но они обладают телами. Так же эти тела являются световыми. Это тот уровень, когда Сиддхи находится в состоянии Дивья Дега, то есть это Божественное тело, тело света. Но его сознание, повторюсь, оно не привязано и к этому телу тоже. Он просто в нем существует для того, чтобы выполнять свою работу. Этого тела света добился Бабаджу Нагарадж, этого тела света добился Рамалин Гасвами Гал, Агастьяр, Муни, Бога Натар, ну и некоторые другие Сиддхи, Горакнатх, например. И это позволяет находиться в сферах на разных планах и опираться здесь, на физическом плане тоже. А Ватхуты кто? Ватхуты это полностью освобожденные, опять же, это то же самое, что и Сиддхи, просто тем и другое. И то и другое означает качество, которое связано с тем, что эти люди находятся в состоянии полного освобождения от всего, они свободны во всех отношениях. Это как-то внешне проявляется? Есть ли какие-то особенности? Как их можно идентифицировать или отличить? Невозможно отличить их, если они этого не покажут, потому что на самом деле очень много мастеров, продвинутых учеников встречаются с такого рода сущностями, но они не могут их узнать. Потому что эти сущности могут просто сидеть на подаянии. И все. У меня было несколько встреч с Бабаджи в разных образах. Я не сразу его узнавал, но потом он давал мне такую возможность. Они принимают любой образ для того, чтобы выполнить свою работу или дать возможность продвинуться. Иногда они приходят в виде тела света непосредственно, когда вы увидите золотое свечение, перед вами стоит мастер, и сразу в комнате, наверное, вы получаете Дашан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok